Всем привет, это GameOver, мне зовут Сан Саныч, это Андет. Добрый день. Партнер программы GameOver – магазин BigPlay, диски для PlayStation 2, PlayStation 3 и PSP. Улица Чечерина, 76, дом БТ-экспресс, второй этаж, телефон 3201-39, улица Некрасова, 81, телефон 333-183. Начнем с самого важного и интересного, что произошло на текущей неделе. Лично для меня это новость про игру Final Fantasy XIII-2, в которой журнал Famitsu выставил максимальную оценку. 40 баллов, собственно, игра японская, так что ничего удивительного, другого от журнала Famitsu мы и не ждали. Появились, наконец-то, некоторые подробности о том, что в этой игре будет и как там все это будет происходить. Конечно же, это в первую очередь интересует тех, кто играл в Final Fantasy XIII. Не предыдущие 13 частей. Нет, кстати, сюжетно эти игры не связаны между собой вообще. Ну, в общем, это надо играть, чтобы прочувствовать. Вот. И список изменений впечатляет, мягко говоря. То есть разработчиков критиковали за чрезмерную линейность. Уровни были такие длинные и однотипные в массе своей. Коридорные. Коридорные, да. То есть никуда нельзя было сворачивать. Никаких ответвлений нигде не было. То есть идешь прямо, всех мочишь и все. А теперь уровни будут более разнообразными. То есть теперь, чтобы пройти налево, надо уйти немножко вправо, взять ключ и вернуться налево. Да, теперь будут мини-игры, за отсутствие которых разработчиков тоже критиковали. Будет масса побочных заданий. Можно будет сделать Одина своим союзником. Есть там такой персонаж Один. Который, я так понял, повторяется из части в часть. Да, повторяется из части в часть. Вот сейчас у нас наступил разрыв шаблонов. Но это не тот самый Один. Это Один из... Нет, понятно, но ты говорил, что персонажи не повторяются. Нет, персонажи не повторяются, но это один из так называемых существ, которых можно призывать, чтобы он там за тебя кого-нибудь мочил. То есть это не в полном смысле слова персонаж. Он там не принимает участие в сюжете, не разговаривает, не дает квестов, ничего. Молча рубит. Молча рубит, да. И естественно будет новая игра плюс. После прохождения основной игры можно будет начать игру заново. И вместе со всем оружием и боеприпасами, которые накопились за время первого прохождения. JRPG в атаке. Ну да. И в общем это как минимум развлекуха часов на 200, как минимум. Судя по тому, что они пишут, судя по тем возможностям, которые они сейчас рекламируют. Ну, а результат не заставит себя долго ждать. Когда игра выйдет, посмотрим. И еще одна самая важная новость, которая случилась у нас недавно, буквально на той неделе. Это выход долгожданного патча, то есть обновление для World of Warcraft 4.3, которое называется Время Сумерек. Ну и первый вопрос к уже игравшему очевидно и почувствовавшему все прелести этого замечательного и долгожданного патча. Как оно в этих рандомных рейдах, как оно? В рандомные рейды я еще пока не попал, у меня и тем левел немножко на 2 очка ниже, чем нужен для и тем левелов. Тем не менее, появилось 3 новых данжа, сильно понерфали очки доблести, появился новый сет Т-14, если мне не изменяет память, потому что Т-13 вроде сейчас как на мне, почти весь. Вот, кроме рейдовых кусков. Я помню время когда-то 3, это было мега круто, просто мега круто. Кстати, самая основная просто фишка. Ввели 3 новых таких замечательных штуки в игру. Так это трансмогификация, сейчас поподробнее расскажу. Это вещь, конечно. Хранилище Бездны и других 2 всего лишь. Ну да. Вот, так вот, начнем с того, что трансмогификация. Все мы знаем, да, что в World of Warcraft есть много сетов, то есть так называемых сетовых шмоток, которые все вместе придают персонажу такой неповторимый чудесный облик. Кроме того, собрав, допустим, весь сет вместе, получаем прикольные штучки и плюшечки, вот, которые дает нам этот сет. Так вот, теперь можно шмотки, шмоткам, то есть придавать вид старых сетов. В связи с чем в Агримаре раз в минуту звучит громкий возглас, собираю рейд из трех человек в классические рейдовые инсты. То есть ты понимаешь, что такое классические рейдовые инсты? Ну, я знаю, что такое классические рейдовые инсты, а зачем туда собирать, собственно, пати для... Собираются пати 2-3 человека, ну, лучше 3, ну, может, больше, вот. И идется, выбивается, допустим, тир 2. Куски тира 2 складываются в сумочку, подходишь к мастеру трансмогификации, свои шмотки выставляешь и придаешь им вид тира 2 из твоей сумки. В Варкрафте сохранился костяк людей, которые помнят классики, забеги по классикам и хранят эти все шмотки себе. На всякий случай. Да, теперь этот всякий случай, всякий случай этот настал. Что не то чтобы удивительно, а предсказуемо. Дети Короля Лича не могут пройти классики. Своими уровнями? Да, со своими... То есть пройти инст, где мобы 85+, ой, 85, 58+, на 85-м левеле в топов весе в овергире нереально, потому что там что? Зерк не работает. Там очень сложная игровая механика, то есть чтобы убить босса даже в пятером, это просто, ну... А вот когда-то это было нормально? Да, ну потому что рейт на 40 человек. Ну так 40 не 40, а их там... То есть все, забыли про Зерк, если мы хотим еще раз пройти классик и выбить какой-нибудь хотя бы один кусок, то забываем о Зерге и начинаем читать тактику. Я понял, то есть ты берешь свой, так скажем, активный гир, который ты используешь... Да, активный гир, и придаешься у них старого. И ты будешь мудить тех вещей, которые... Совершенно верно. Все понятно. Ну, собственно, полезные изменения, я считаю. Многие, наверное, прельстились и вернулись, проплатив подписку. Очень большой отток за последние две недели, отток продолжается. Реклама с Чаком Норрисом, Варкрафт, что-то он как-то не вытаскивает. Ну, это все предсказуемо на самом деле, потому что все ждут чего-то более глобального, чем просто очередной аддон с финтифлюшками. Ну, Пандария выйдет не скоро. Вот. Но в единстве новых три данжа для 85-х левелов, которые в грамотном пати пробегаются за 30 минут над стопом все три. То есть эти все три завершают катаклизм. Мне уже доложили сегодня, что мы Нормал прошли весь новый, все. Это ты имеешь в виду рейды в Нормале? Да. А такая есть инфа, что Смертокрыла еще нельзя убивать. Душа дракона не открыта до конца. То есть все имеющиеся на данный момент Нормалы, да, они были пройдены. Геройки также были пройдены отчасти некоторыми гильдиями. Но самого Смертокрыла еще не открыли. Пусть только его покажут, они в первом же день, чертовой матери. Еще и очень интересная новость про LFR, то есть Looking for Aid. Система подбора спутников для рейда. Оказуаливание игровой механики. Самым первым замечанием от Blizzard было то, что этот Looking for Aid можно было проходить не чаще, чем один раз в неделю. Нет, проходить его можно было, по-моему, сколько хочешь раз, но шмотки лутать можно было только не чаще одного раза в неделю. Как этим воспользовались? То есть берет человек, набирает рейд, становится рейд-лидером. Он на этой неделе был первый раз, собирает все шмотки. С ним идет основной состав. В этом основном составе вот этот рейд-лидер, он меняется постоянно. То есть получается из, допустим, 10 человек, да, они ходят в рейд 10 раз подряд. И шмотки раздаются всем. Несмотря на то, что их можно получать раз в неделю. То есть рейд-лидер взял, шмотку можно передать. То есть ты уже помечал на этой неделе, но шмотку тебе все равно могут дать. Отсюда волны банов, очень большие. Банят на 12-14 дней, забирают этот шмот. То есть не на перманентной основе банят? Нет, не на перманентной основе, конечно. Забирают шмот, раздевают персонажей, то есть заходишь в игру, а ты голый. Хорошо, что я еще не успел попробовать, но предлагали исходить. Как всегда, после выхода нового патча цены на реагенты очень сильно подскочили. Добавились новые камни для расточки, новые чанты. Допустим, камень для расточки сырой, ну то есть, который еще ювелир должен расточить. Выбивается только из рейдовых подземелья, стоит он от 5 до 7 тысяч. После того, как его делает ювелир, цена подскакивает от 8 до 11. Я и в торговец, наверное, сейчас... От 8 до 11. Да, если бы мне бы от счастья просто. Ну, 24 на 7, там на него рабы-нибудь вкалывают. Ну, посчитай, сколько надо камней, чтобы воткнуть в полный гиг. Я даже представить себе не могу. Из расчета того, что 1000 золотых стоит 25 рублей. Да, люди обогащаются. Это была новость про патч 4.3 для игры World of Warcraft. Главная новость этой недели. Третья главная новость. Третья главная новость этой недели. Игра Mario Kart 7 взорвала продажи портативной приставки 3DS. Просто взорвала. То есть, до игры Mario Kart 7 приставку покупали в Яло. Я вообще о ней не знаю. Или буквально. После игры Mario Kart 7 приставку начали расхватывать, как горячие пирожки. Боже мой, что это за игра? Ты знаешь, что в Уссурийске можно купить приставку? Mario Kart 7? И приставку. Нет, нет. Жалко. Ты представляешь, вот цифры, цифры впечатляют. За последнюю неделю октября было продано 65 тысяч консолей Nintendo 3DS. С приходом Super Mario 3D Land продажи выросли до 145 тысяч консолей. А на прошлой неделе продажи выросли еще больше. И с релизом Mario Kart 7 составили аж 216 тысяч 350 консолей. Игра не успела выйти и все. Склады опустили. Склады опустили. Но это еще не все цифры. Мировые продажи Mario Kart для Wii составили более 28 миллионов копий. А игры Mario Kart для портативной приставки DS 17 миллионов копий. Там еще рекорд Modern Warfare не побит. Что касается позиций в мире, продажи 3DS в США за последнюю неделю выросли на 325% благодаря игре Mario Kart 7. Вот оно. Удачный тайтл взрывает продажи консолей. И теперь все знают, что это за тайтл. И теперь все знают, какой должна быть игра мечты, чтобы консоль стала мега популярной на весь мир. Чемуражка такая. Да. Я видел реально неигранные ролики. Я думаю, что картингисты должны ликовать, потому что именно этот сеттинг является выигрышным. Последний раз, что подобное играл, это был, наверное, год 2000. Да какой 2000? Это был 98-99. Это был Crash Band Decode Racing. Ну, он тогда рулил, да? Ну, там машинки сидят. Ну, конечно. Crash Band Decode это все-таки классика, как бы крути. А, Mighty Dog, Drake. В общем, Mario Kart 7. Главная игра этой недели и супер проект сезона. Если вы еще не сидели за джойстиком и не управляли Mario на картинге, вы просто прожили. Можно сказать, да, не играли вообще ни во что. Умельцы не дремлют. И уже прикрутили к игре The Elder Scrolls V Skyrim Kinect. И теперь в Skyrim можно играть с использованием контроллера Kinect. То есть берешь и руками кидаешь фаербол, например. И там надо ударить мячом, берешь и берешь. То есть это неофициально, но это не патч. Ну, естественно. Вот так вопрос опираться на Xbox. Kinect к чему только не прикручивали, но я сильно сомневаюсь, что это бы вышло в виде какой-то официальной фичи. Очень сомневаюсь. Ну, конечно. Потому что Kinect создавался, надо полагать, не совсем где-то. Ну, представь Skyrim под Kinect. Это же капец. Это не то, что Звездные войны, это Skyrim. Это даже не Sport Champions. И не Mario Kart 7. И не Mario Kart 7. Это Skyrim Kinect. Тоже революционная фича. В Иране провели обыск. Массовые игровых магазинов. В результате чего было обнаружено огромное количество нелегальных копий игры Battlefield 3. Вот и... Так вот, вот куда продажи все делись. В Иране игра Battlefield 3 запрещена. Играть в нее нельзя. Почему? Потому что в игре есть сцена, демонстрирующая вторжение американских солдат на территорию Тегерана. Столицы государства Иран. Вот. То игра запрещена и простым иранским пацанам ничего не остается, как... Играть в Mario Kart 7. Ну или нелегально. Рубиться в баттл так, чтобы испалили, не дай бог. Потому что это... Уголовно наказуемое преступление. Давайте запросим ядерную бомбу на Иран. На Иран, но на Ирак. Это какая разница. Партнер программы Game Over – магазин Big Play. Диски для PlayStation 2, PlayStation 3 и PSP. Улица Чечерина, 76, дом быта-экспресс, второй этаж. Телефон 3201-39. Улица Некрасова, 81, телефон 333-183. Субтитры создавал DimaTorzok